В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная» и связанные с этим процессом работы. С 25 сентября в городе планируют ограничить движение по участку улицы Самарской в границах Ярмарочной. Во время нового этапа возведения «Театральной» работать будут в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. На территории по улице Самарской установят водоотливную установку, санпропускник и вентиляционную камеру. Транспорт пустят в объезд и к этому тоже активно готовятся. Специалисты проверили состояние прилегающих улиц и проведут там аварийно-ямочный ремонт. Он коснется участков по Галактионовской, Садовой и Ярмарочной. Ответственный за это Департамент городского хозяйства и экологии. Не менее важный вопрос восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской. Напомню, что некоторое количество зеленых насаждений придется убрать. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участки засадят кустарниками и травой. Порядка 67 деревьев разных размеров и пород высадят потом на прилегающей территории, пояснили в региональном управлении капитального строительства. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. От этого зависят сроки старта тоннеля проходческого комплекса. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию театральный интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Мне очень хочется, чтобы побыстрее ее построили, эту станцию, потому что филармония, театр оперы и балеты, Струковский сад, это так легко доехать, без пробок, просто малое количество времени затратив. Мы очень активно пользуемся, мы ездим на набережную летом, всегда ездим до станции метро Алабинская, и потом нам приходится в Струковский сад идти пешком вдоль набережной. Продолжение следует...